Следы крови на снегу и размазанные пятна на дереве. Рядом лежит изувеченный с особой жестокостью пёс. 26 января выгуливающая свою собаку школьница нашла умирающее животное в лесу. Её пёс что-то учуял и в прямом смысле бросился на помощь. У измождённой собаки был выбит один глаз, расколот череп. Благодаря брестским волонтёрам и хорошо сработавшим ветеринарам, травматологам и офтальмологам животное удалось вытащить, что называется, с того света. Когда мы поставим её на ноги, я очень надеюсь, что откликнутся люди, кто бы взял. Ну, собака будет инвалид, это понятно. Но есть надежда, что хотя бы будет один глаз видящий, то есть собака сможет себя ориентировать в пространстве хоть как-то. Сейчас она практически не видит ничего. У него есть жизненные силы, понимаете, самое главное, что собака хочет жить. То есть мы не знаем, сколько времени она пролежала в этом лесу. Нашли её в субботу, возможно, ещё несколько дней она там лежала. То есть никто не знает, как это было. Его жизнь висела на волоске и могла оборваться в любую секунду. Сегодня пёс в добрых руках и в хороших условиях. Собака ухоженная и очень ласковая. Незнакомых встречает тихо, хвост приветственно покачивается, в руки даётся, чтобы погладили и почесали. Кажется, она уже и вовсе забыла всю ту боль, которую ей нанёс человек. Пёс очень ласковый, он знает команды, он даёт лапу, знает команду сидеть, стоять. Он явно был чей-то, он домашний пёс. Мы назвали его диком, и это новое имя, новая жизнь. Поэтому я думаю, что это имя ему уже принесёт белую полосу жизни. Информационный шум на просторах интернета поднялся мгновенно. Быстро подключились средства массовой информации. Искать живодёра начали волонтёры, продолжают разбирать дело о нечеловеческой жестокости и правоохранители. За жестокое обращение с животными в качестве наказания, от исправительных работ, штрафов до лишения свободы. Но до последнего в списке доходит редко. Заозащитники такой перечень наказаний считают мягким и предлагают своё видение ситуации. Сейчас будет издаваться закон на уровне Совета министров. И хотелось бы, чтобы там отдельно вынесли каким-то отдельным пунктом наказание за жестокое обращение с животными. Чтобы это был неусловный срок, который чаще всего дают, или какой-то штраф. Чтобы человек боялся, что ему дадут 3-5 лет. То есть это уже более серьёзное наказание, и человек лишний раз подумает, совершать ему это или нет. Мы бы хотели, чтобы именно на законодательном уровне это было прописано. И чтобы не было таких сносок, что жестоким обращением с животным считается именно то, что совершено там при людях, там, я не знаю, при тебе это убивают, избивают. То есть, ну, неважно, нашли животное с тяжёлыми травмами, это уже издевательство, это уже серьёзная проблема. Пёс очень крупных размеров. А значит, чтобы сотворить такое, нужно было потрудиться. В милиции говорят, это дело находится на особом контроле. Ведь тот, кто это сделал, перешёл не только грань закона, но и всякой морали. Это нечеловеческие поступки, которые выходят на грани действительно возбуждения уголовного дела по таким повреждениям, которые были нанесены с особой жестокостью этому несчастному псу. Сотрудники милиции, как только получили информацию, выехали на место происшествия. И сейчас даже, можно сказать, что работала, естественно, оперативная группа на месте происшествия. На особом контроле, как у руководства Бружанского РУВД, так и у УВД Брестского посполкома, это ситуация, потому что она имеет общественный резонанс. В настоящее время сотрудники милиции проводят дворовые обходы, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев. За любую информацию правоохранителей волонтёры обещают крупное вознаграждение и гарантируют полную анонимность.